МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные темы дня. 28-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. В августе представители Международного комитета Красного Креста посетили заключенных армян в Азербайджане. Лидер арцарской епархии встретится с вынужденно перемещенными арцарцами. Кролики на острове Ахтамар представляют опасность для территории и церкви. Баку начал процесс присвоения памятника «Мы и наши горы». Сыны Западной Армении Джек Кевуркян. Вечер, посвященный столетию ознобора швейцарском паблик-классик. 26 августа состоялось 28-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. С приветственной речью выступила президент Республики Западной Армении Лидия Маркусян. Президент и председатель Национального совета Республики Западной Армении Армейна Кабрамян обсудили вопросы, связанные с предстоящим 8 сентября летним университетом и организацией научной конференции, посвященной богине Анаит. На заседании также присутствовала председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян. Подробно представив ход организационных работ, Нелли Арутюнян отметила, ведется работа по подготовке приглашений и писем. Также решаются важные вопросы. В завершении заседания Армейна Кабрамян представил подробности научной конференции. Сотрудники Международного комитета Красного Креста в августе посетили армянских заключенных в Азербайджане, предоставив им возможность связаться с семьей. Об этом сообщила сотрудник программ коммуникации армянского офиса Красного Креста Зара Аматуни. В ходе визитов были оценены условия содержания, состояние здоровья и отношения к ним, отметила Аматуни. В результате военной атаки Азербайджана на Арцах 19 сентября было захвачено 16 человек. Среди захваченных также бывшие высокопоставленные чиновники Арцаха, бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бакоса Акян, Араико Рутюнян, председатель Национального собрания Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Вартанян, бывший командующий армии обороны Левон Нациканян, бывший заместитель командующего армии обороны Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян. Баку предъявил им серьезные обвинения. Арцахская епархия инициировала ряд встреч, в ходе которых бывшие священнослужители, представители интеллигенции, деятели культуры и других сфер Арцахской епархии встретятся с армянами Арцаха. Цель встреч – духовно укрепить и сплотить наших соотечественников. Первая встреча состоится с архиеписком Бартанесом Абрамяном 30 августа текущего года 19.00. На встрече также будут присутствовать члены Епархиального совета Арцахской епархии. Мероприятие пройдет в Ереване по адресу улица Баграмяна, 59 Г. Быстро растущее количество кроликов на острове Ахтамар-Озерован наносит ущерб острову и окрестностям церкви. Специалисты предупреждают о необходимости сбора кроликов. С целью привлечь внимание туристов в прошлом году на остров Ахтамар было завезено много кроликов. Эксперты предупреждают, животные наносят серьезный вред острову, роют норы, повреждая корни деревьев и растительность. Остров Ахтамар – одно из самых важных исторических мест в Западной Армении. Кролики оказывают негативное воздействие на остров и церковь. Во-первых, они быстро размножаются, роют ямы, которые могут быть опасны для фундамента церкви. Во-вторых, они потребляют растительность острова, что привело к уничтожению ранее существовавших здесь садов. Остров Ахтамар сейчас находится в серьезной опасности. Необходимо немедленно принять меры, чтобы убрать всех кроликов с острова. Мониторинг культурного наследия Арцаха Monument Watch.org сообщает, азербайджанский сайт Culture of Azerbaijan недавно опубликовал заявление о памятнике Арцаха «Мы и наши горы», отметив, что памятник был построен в Ханкензи в 1967 году и является примером многокультурной и религиозной терпимости Азербайджана. Общеизвестно, что памятник является одним из современных символов армянского Арцаха и был создан в качестве символа армянской идентичности региона. Красный туф был привезен из Армении. Скульптор памятника – Саркис Багдасарян, архитектор Юрий Акупян. Пожилая супружеская пара с традиционным внешним видом является подтверждением исторического прошлого и будущих надежд армян Арцаха. Скульптор описал свое произведение следующим образом. Памятник изображает пожилых супругов из Арцаха в традиционной одежде, стоящих плечом к плечу с гордым и непокорным видом и сосредоточенным взглядом. Памятник не имеет постамента, создается впечатление, будто они поднялись, укрепив свои ноги в армянской земле. Отметим, изображенные супруги – это образы бабушки и дедушки скульптора. Они и есть народ, они и есть земля, они – это мы и наши горы. Они родились здесь, здесь их тысячелетние корни. Они истинные хозяева этой земли и природы, писал скульптор Саркис Багдасарян Карабахцы. После полной оккупации Арцаха, азербайджанская сторона долгое время официально внимания на этот памятник не обращала. Памятник, который был ярким и известным символом армян Арцаха, не замечали и игнорировали приезжающие в оккупированность степанакерт азербайджанские журналисты и медийные деятели. Лишь в некоторых изданиях высказывалось мнение о необходимости его демонтажа. В конце 2023 года были отдельные публикации, где отмечалось, что армяне арменизировали памятник. Азербайджанская сторона пыталась распространить тезис, что они против не самого памятника, а его идеологической националистической интерпретации. Из азербайджанских публикаций можно сделать вывод, что в советские времена любое проявление армянской истории, культуры и корней в Нагорно-Карабахской автономной области считалось националистическим. Недавно в Степанакерте азербайджанец Камран Размавар заявил, что памятник был построен на средства из бюджета Азербайджана, поэтому он азербайджанский. Эти подходы демонстрируют, что Азербайджан пытается присвоить армянское культурное наследие, устраняя армянскую принадлежность. Следует отметить, что идея памятника была реализована при непосредственном участии председателя исполкома областного совета Нагорного Карабаха Мушега Оганчаняна. Строительству и установке памятника противилось само руководство советского Азербайджана. Более того, был поднят протест и требования о его демонтаже. Специальная комиссия Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана прибыла в Степанакер, чтобы выяснить, о каких мы и горах говорится в памятнике «Мы и наши горы». Только благодаря усилиям армянской стороны удалось предотвратить демонтаж памятника. Это обстоятельство подтверждают люди, занимавшие должности в Нагорно-Карабахской автономной области в те годы, а также близкие и родные скульптора Саркиса Багадасаряна, имевшего отношение к установке памятника. Эта политика противоречит Конвенции о защите и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятой в Париже в 2005 году, которое обязывает уважать культурное наследие всех народов. Сыны Западной Армении Джек Кевуркян. Умирать не преступление. Джек Кевуркян был ярким сторонником эвтаназии и пропагандистом движения права на смерть в Соединенных Штатах. Сын эмигрантов из Западной Армении, мама, пережила геноцид. Кевуркян рано закончил школу и поступил в университет, где изучал инженерное дело. Далее переключился на медицину. После окончания обучения Кевуркян начал врачебную карьеру, но быстро отказался от традиционной практики в пользу возможности притворения в жизнь своих оригинальных идей. Кевуркян с самого начала карьеры был неравнодушный к смерти. Однако интерес к эвтаназии проснулся гораздо позже. Провел более ста ассистированных самоубийств, помогая пациентам принять разработанную им смесь. После того, как позволил провести трансляцию записи сеанса эвтаназии по телевидению, власти предъявили Кевуркяну обвинение в убийстве, после чего Кевуркян был признан виновным и осужден на тюремный срок. По условиям освобождения он более не мог помогать своим пациентам совершить самоубийство. До конца своих дней Кевуркян оставался непоколебимым сторонником эвтаназии. Доктор Кевуркян зачастую вызывал у окружающих неоднозначную реакцию. Его заявления и провокационные действия переводили под част к настоящим идейным ураганам. Доктор смерть. Так его называли коллеги-врачи. К концу жизни, когда отношение к эвтаназии начало меняться, Кевуркяна все чаще стали изображать как сердцебольного соступника страдающих людей. Именно таким образом его изобразил Аль Пачино в фильме «Вы не знаете Джека». Несмотря на жаркие споры, которые он вызывал при жизни, сегодня доктора Кевуркяна считают первопроходцем, стоявшим у истоков проблемы, которая становится все более актуальной. Кевуркян оставил яркий след в движении за легализацию эвтаназии. Лучше всего его описал историк медицины Говард Маркел, сказавший, Кевуркян был крупной исторической фигурой современной медицины. 1 сентября 2024 года в Женеве фестиваль «Паплинг-классик» отпразднует свое 15-летие. Завершится он большим галлок концертом в концертном зале «Виктория Холл». Исклюзивное мероприятие соберет международно признанных музыкантов, художников и авторитетные оркестры, отражая музыкальное разнообразие и превосходство, которым известен фестиваль. Государственный камерный оркестр Восточной Армении и Французской молодежной оркестры Швейцарии выступят под руководством дирижера Люка Багдасаряна. Сотрудничество обещает тонкую интерпретацию различных знаковых произведений, предлагая великолепный и эмоциональный музыкальный опыт для изысканного слушателя. 2024 – знаменательный год. Весь франкоязычный мир отмечает столетие великого Шарля Азнавура. Празднование 15-летия «Паплинг-классик» символизирует продолжение фестиваля, способствуя развитию классической музыки во всем ее разнообразии и богатстве. Первый армянский вечер в рамках фестиваля состоялся в 2013 году, когда выступил Государственный камерный оркестр Восточной Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижоном Ваном Мартирусяном. Как отметила в беседе Сорер, координатор армянской концертной программы фестиваля, заложивший основу этого сотрудничества Ани Гаспарян, с 2013 по 2017 год Государственный камерный оркестр Восточной Армении, продолжал выступать с участием всемирно известных армянских и швейцарских столистов, в том числе талантливой скрипачки Дианы Адамян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok